Вопрос с предстрастием 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 Воложской межрегиональной Природоохранной Прокуратуры Вопрос с предстрастием Вопрос с предстрастием Для отдельных охот-обществ там снижение квот достигало половины. Понятно, что для них это прямой убыток. Они-то закладывались, закупали корма, проводили работы какие-то по расчистке лесов и так далее. Они вправе рассчитывать на то, что им все это возместится и окупится. Это их профессиональная сфера деятельности, к тому же, которая и природе помогает. Провели проверку. Правда, проверка показала, что решения об уменьшении объема этих квот принимались в результате безосновательной выбраковки ведомостей зимнего маршрутного учета и в отсутствии обоснования, которое, кстати, у нас и законом прописано и предусмотрено порядком, который Минприрода и экология утвердила в свое время. И при этом даже об изменении этих условий и об этих принятых решениях охот-пользователи в положенный срок и в положенном порядке не уведомлялись просто. Ну, со стороны, особенно со стороны природозащитников и таких у нас экологических активистов, понятно, что у них позиция может быть такая. Ну, что плохого? Меньше истребят животных, будет лучше. Ну, это хорошо, но вот как, во-первых, я уже сказал, у нас охот-пользователи – это такие же субъекты экономики, как и любые другие. Это такое же предпринимательство, это такой же бизнес. Человек, когда приходит в него работать, он рассчитывает на правила игры, что называется, в соответствии с законом, установленные. Он понес траты, он вправе на возмещение этих трат и тем более на прибыль рассчитывать. Это раз. А потом, штука в том, что могут быть негативные последствия для самой природы, как мы с вами понимаем. Чрезмерно возросшая популяция – это потенциально болезни, которые потом могут привести к полному исчезновению этой популяции на конкретной территории. И много что еще. А потом, опять же, нет законных лицензий. Очень многие местные жители, а также и приезжающие из других регионов, пойдут становиться браконьерами. Это тоже понятно. Здесь тоже надо реально смотреть на вещи и это учитывать. Так вот, Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура, в соответствии с тем, что она выявила конкретные нарушения закона со стороны Минприродных ресурсов Тверской области, приняла меры прокурорского реагирования. Что это такое? Во-первых, внесли в адрес этого министерства представление об устранении нарушений и во исполнении требований этого представления в проект постановления губернатора Тверской области сейчас зачитаю полностью его название, этого постановления, об утверждении лимита добычи лося, благородного оленя, косули, пятнистого оленя, бурого, медведя, рыси, выдры, барсука на территории Тверской области в период с 1 августа 2017 года до 1 августа 2018 года были внесены изменения, таки, которыми исключены необоснованные квоты, вот эти сниженные, на добычу лося в возрасте до года. Квоты изъятия лося в охотничьих хозяйствах согласованы были с головной инстанцией с Минприродой России и вновь переутверждены постановлением губернатора от 17 августа 2018 года. Номер постановления 118-ПГ. Охотпользователи были уведомлены о перерасчете квот. Все обращения, которые от охотников поступают, конечно, в установленном порядке моими коллегами там на месте рассматриваются. Потом, вроде как, контакт налаживают уже в тесном сотрудничестве какие-то решения. Вырабатываются, проводят совместные совещания, разъясняют правила заполнения и охот билетов. Я думаю, что будет решена эта проблема в ближайшее время. Ну а кроме того, в соответствии с пунктом 11 статьи 24 Федерального закона об охоте и сохранении охотничьих ресурсов, в случае несогласия любого охотпользователя с установленной квотой, он это может обжаловать в судебном порядке. Это правда. В целом, по Тверской области скажу, что выяснили. За 2018 год в деятельности местной Минприроды было выявлено 11 нарушений закона. В частности, вот то, о чем я сказал уже. Было внесено 6 представлений. По итогам было привлечено к дисциплинарной ответственности одно должностное лицо. Также в сфере исполнения законодательства о животном мире, там, в Тверской области, выявили 127 нарушений. Внесли 40 представлений. К дисциплинарной ответственности привлекли 20 должностных лиц и еще 32 к административной. Ну и в настоящее время лимиты добычи лося, оленя благородного, косули и рыси на территории Тверской области на период с 1 августа 2018 года по... Да, правильно, августа. По 1 августа 2019 года утверждены новым постановлением губернатора Тверской области. Было оно подписано 1 сентября 2018 года. Номер постановления 88 ПГ. Надо посмотреть. Вот пусть пользователи поглядят. Из Тверской области согласны? Нет. Можно обращаться в прокуратуру, если не согласны. Можно попытаться в Минприроды? Нет, я еще раз повторю, это представители бизнеса вправе рассчитывать и на обращение в суд, и потом судебное решение соответствующей информации. Более подробно с вами, Андрей, поделюсь. Андрей, продолжаем? Да, ну, естественно, коль профиль у нас охотничает, тематика больше интересует. И, конечно, было бы интересно услышать от вас, в общем-то, насколько пристальное внимание удивляют прокуроры. Сегодня проблемам охраны и использования объектов животного мира, среды их обещания. Ну и, конечно, в первую очередь, что касается законодательства об охране и сохранения охотничьих ресурсов. Есть такая штука, да. И исполнение законодательства в этой сфере, конечно, на постоянном контроле у моих коллег. Из природоохранной сферы находятся. Также нарушений довольно много. Опять, за прошлый год буду отчитываться. Более 10 тысяч пресечено нарушений закона в этой сфере. Более 2,5 тысяч исков и заявлений на сумму в суды ушло почти 42 миллиона рублей. Возбуждено 36 уголовных дел. Региональных примеров довольно много. Причем тут такие, как из прям из дикой природы, так и, скажем так, из нашей повседневной жизни примеры встречаются. В Омской области были отменены по протестам прокурора незаконные распоряжения начальника главного управления лесного хозяйства. Он утвердил положительное заключение госэкспертиз проектов освоения лесов. Но там не содержалось конкретных сведений о том, как предполагается проводить мероприятия по охране объектов живого мира, их численности и видов именно на этой территории, которая к рекультивации какой-то там предполагалась. А вот в Краснодарском крае вообще, показательно такая история, в ФГБУ, Федеральное государственное бюджетное учреждение, Сочинский национальный парк, там прокурор пресек факты организации на территории этого природного заказника отстрела уток, гусей и куликов. Это у нас заказник при Азовский, как там все это происходило. Вот определили, у нас будет проводиться научный отстрел гусей, уток и куликов. Подписали, произвели, оказалось, что под видом вот этих научных мероприятий просто проводилась банальная охота лицами, которые ни к одному научному заведению не относятся, специальными знаниями не обладают, ни научно-технической программы, ни проекта, ничего. Ну то есть вот просто фактически подменили одно другим. Якобы для выяснения пути эмиграции, как это бывает, и численности, просто привезли каких-то охотников и дали им в волю пострелять. В Анапе и в Геленджике из незаконного владения пляжных фотографов, это вот я уже говорю о банальных таких примерах, но тем не менее было изъято 43 особей диких экзотических животных. Там и тигрята были, и обезьяны, и кого только не было. На территории республики Башкирия похожие примеры. Там были вскрыты факты незаконного содержания диких животных в полувольных условиях, а также факты жестокого с ними обращения. Зоолонопарк Барс, например, был такой у нас в Башкирии, действовал. Там без разрешений содержалось достаточно много животных, в частности орлам белохвост, степные орлы, бенгальский тигр, пумы, персидские леопарды, амурский уссурийский тигр, который у нас везде занесен как вид исчезающий. Также эти животные содержались в антисанитарных условиях, там ни кормления нормального, ни содержания, ничего там не было. И телесные повреждения у животных были, даже некоторые обморожены были. Привлекли директора зоопарка судом к административной ответственности, животных конфисковали. Ну и по факту жестокого обращения организованная процессуальная проверка, будем надеяться, что и уголовное дело будет также возбуждено. Также у нас браконьеры достаточно активно сейчас функционируют в интернете. И за этим мы, конечно, тоже следим, поскольку размещается достаточно часто реклама, продажа незаконно добытых редких животных, а также их уже, к сожалению, частей, это и шкуры, и фрагменты тел. Запрещенные орудия лова также рекламируются и продаются в интернете. Что делают тут мои коллеги, когда такой сайт выявляется? Отправляют иск в суд, и суд признает такую информацию незаконной для размещения, и доступ к этим ресурсам блокируется. Ну, понятно, что продолжается эта работа у нас, и один сайт закрываем, появляется другой, но это не значит, что мы не должны этого делать. А что касается вопросов исполнения законодательства об охоте и сохранении охотничьих ресурсов, то здесь принимали мои коллеги участие в разработке и реализации государственных региональных программ, соответствующих по охране объектов животного мира, в утверждении схем размещения и использования охотничьих угодий. И вот примеры из регионов, опять же, только после того, как прокуроры вмешались и свои требования заявили, были в Волгоградской и Лизанской областях, где охота, кстати, у нас довольно активно практикуется, разработанные схемы размещения и использования охотничьих угодий. Просто неразграниченные они даже были. В Волгоградской области восстановили нормативную площадь общедоступных охотничьих угодий, которые внезапно у нас стали для охотников обычных недоступны. А в Тверской и Ульяновской областях эту площадь увеличили, поскольку у нас сочли, что это возможно. По предложению Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры, о которой мы уже говорили, в Ивановской и Саратовской областях был разработан проект закона о порядке распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, что особенно здесь важно, поскольку охотхозяйство все-таки люди опытные и права свои отстаивать умеют зачастую. А вот физические лица у нас часто бывают ущемлены. На территории Республики Мариэл установили административную ответственность за незаконный оборот объектов животного мира, занесенных в Красную книгу. Там, в принципе, этого не было в местном законодательстве. Ну а также в Саратовской и Ярославской областях были организованы дополнительные биотехнические мероприятия в общедоступных охотничьих угодьях для нормализации обстановки и для пополнения как раз кормовой базы животных. Ну и есть у нас тоже не так давно образованная Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура. Там она выработала практику обращения в суд с заявлениями о прекращении прав ранее осужденных за умышленные преступления лиц на осуществление охоты и об аннулировании их охотничьих билетов, поскольку это обращение с оружием. А здесь есть к этим людям у нас вопросы. Ну тогда... Время есть? Да, есть. Чуть-чуть у нас, буквально пару минуток. Я бы, конечно, хотелось бы добавить и сказать, хотелось бы очень видеть более оперативное реагирование на выступления в СМИ работников прокуратуры. То есть, имеется в виду, что если СМИ выступает с какой-то проблемой, именно озвучивает ее, то чтобы все-таки было реагирование... А реагирование на что? Вот смотрите, как... Ну, имеется в виду критику. Конечно. Ну, вот смотрите, я понял. На конфликт хозяйствующих субъектов или на конфликт госвластия или как? Не обязательно. Это может быть любая ситуация, которая описывается, где нарушается нарушение прав, законных прав, либо физических лиц, либо субъектов. Согласен. Ну вот смотрите, я просто практику опишу, поскольку буквально пару минуток у нас есть, как это вообще происходит в соответствии с законом. Дело в том, что прокурорское реагирование у нас может наступать в соответствии с законом о прокуратуре в нескольких случаях. Это может быть прямое поручение руководства страны президента, это может быть обращение любого физического лица, юридического лица, здесь в данном случае для нас неважно, общественного объединения, или сообщение в средствах массовой информации. Правда, это прямо прописано в законе. При поступлении обращения от физического и юридического лица, по несколькими способами можно, можно письмо написать, можно через интернет-приемную, можно прийти на прием к прокурору, на личное, что называется. Во-первых, человек в течение 7 дней, как минимум, на самом деле, быстрее он получает ответ, что принято ваше обращение, оно будет рассмотрено установленным законом порядки. Если требуется проведение проверки, то срок проверки у нас ограничивается 30 днями. В особо сложных случаях, ну такое бывает, ну как правило это касается либо каких-то уголовных дел, ну вот чего-то такого, да, уже ввиду, которые уже состоялись, да, может быть уже переговор вынесен, в общем, такие вещи. Там может быть расширен до 60 дней этот период, но вообще 30 дней это максимум. Вот после этого может наступать уже прокурорское реагирование, да, то есть я говорю, что не обязательно 30 дней будут мурыжить. Если вопрос прост и понятен, то, конечно же, и реакция будет быстрее, и меры какие-то прокурорского реагирования будут внесены быстрее. Что касается сообщений в прессе, то это как раз то, чем занимается в том числе мое структурное подразделение, мое управление. Мы как только, у нас мониторинг ведется 24 на 7, это правда, хотя нас немного, но мы успеваем это делать с помощью средств, которые нам дает и цифровая трансформация органов прокуратуры, и соцсети тоже смотрим. Хотя пока что они у нас в законопрокуратуре не внесены как предмет для реагирования, на самом деле занимаемся этим тоже. Сразу же это передаем в профильное управление, и они уже начинают заниматься, поскольку, да, по закону это точно такое же обращение, как есть. Стараемся. Но просто не всегда мы отсюда из центрального аппарата имеем возможность сделать публичными всю работу наших коллег на местах, а коллеги на местах точно так же, занимаясь много чем, не успевают информировать о том, что приняли, провели. Я имею в виду не ответы на обращение, а именно сделать это публичным, отчитаться перед СМИ. Но будем стараться. Для этого мы и создали, кстати, наш вот этот проект-эфир, где с радостью сегодня с вами общаемся. Будем его также дальше развивать и совершенствовать. Ну и ждем вас снова. Это была рубрика «Вопрос с пристрастием», наша стандартная, где я общался с моими сегодняшними соведущими. Ксения Семеновская, агентство ТАСС, Андрей Коробильников, журнал «Охотник». Меня зовут Александр Куриной, я официальный представитель Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Увидимся в ближайшее время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова